У нас 118-й урок по книге Мишли. Мы находимся в 4-м главе, в 14-й главе, и добрались до 25-го предложения. Говорит Шлома Амеллах. Спасет души правдивый свидетель, а коварно изрекает ложь. Теперь, что сказано об Алашуна Кодыш. Объясняет вначале, начнем с Мальбиума. Мальбиум пишет, что имеется в виду, человек, который приходит и свидетельствует свидетельство истинное перед Баиздином. Посредством этого он спасает души, которые не тхоевуми та, которые обязаны быть убитыми, посредством лжесвидетеля. То есть, речь идет о том, что был какой-то судебный процесс. Пришел лжесвидетель, два лжесвидетеля, и сказали, что Ревен, допустим, убил Шимона в 12 часов дня в городе Тель-Авиве. Если сейчас свидетели другие не придут, то Ревена убьют. Если приходят свидетели и говорят о том, что первая группа свидетелей была с нами в это время не в Тель-Авиве, а в Хайфе, и они никак не могут знать, убивал ли Шимон Ревена, то в этом случае они спасают, если они не придут, то из-за них будет убить невинный человек. Если они придут и объявят первых свидетелей лжесвидетелями, то они спасают души тех, кого нужно спасти. Но имя Фиев Казавим, Гомоцильный Фашот, то есть человек, который хочет спасать души, если он выдует из себя шекер, обман, то есть он хочет спасать посредством обмана, то мы уже объясняли, говорит Мальбим, что к слову обман обычно подходит не слово говорить, а слово леофия, к слову выдувать. Что он не может сказать неправду, ложь, ясно, а только он может сказать ее так, как на какое-то время она покажется правдой. Но на самом деле это всегда проявится. И он говорит, что он лжесвидетель, который придет свидетельствовать, спасать человеческую жизнь, но лжесвидетельствует, он скажет дебур слова, которые не будут нишламим, которые не будут цельны, не будут завершены. И это не спасет человеческую душу, потому что это мирма и рамаут, потому что это обман, попытка ввести суд в заблуждение. И это не придет к спасению душ, а только можно спасти души человека только с помощью эмет, а не с помощью мирма, с помощью правды, а не с помощью обмана. Таким образом, Мальбим учат, что этот пасук говорит о суде, который идет над человеком, которого обвиняют в смертной казни, и лжесвидетели приговаривают его к смертной казни. И теперь весь вопрос состоит в том, придет или не придет. Человек, который будут свидетельствовать, люди, которые будут свидетельствовать истинным свидетельством, и не отменят они лжеприговор. Если они отменяют этот приговор, то они спасают человеческие души, если они этого не делают, то... Но если человек хочет прийти и лжесвидетельство, спасти какого-то человека, то это у него не получится. Потому что лжесвидетельство, оно во время исследования суда будет понятно, что он говорит неправду, и таким образом ничего у него не выйдет из того, что он планировал. Это Пшат Мальбима этого пасука. Теперь. Гагро идет совершенно по иному пути и говорит. Мацильнов Ашот Эдемет. Человек, который спасает другие души, это свидетельствует истины. Перуш, объяснение. Эдемет, что такое истинный свидетель? Он спасает две души. То есть, Гагро начинает с вопроса, о какой спасении души идет речь. Если так, как объяснять, например, как объясняет Мальбим, что свидетели, которые пришли, они спасают только одну душу. Человека, обвиненного в смертной казни. Поэтому говорит Гагро, что речь идет не о Динейна Фашот, не о суде, который могут приговорить смертной казни, а о суде суд Мамонот, денежном суде. И какие души он спасает? Нефишник Заля, Мешко. Он спасает обворованного человека, которого хотят обворовать от того, что у него заберут деньги. И он спасает Нефиш Газлан, и он спасает вора, который спасает его от Дина до Геенома, спасает его от Геенома. Его Гацотола и спасение вора – это большее спасение, чем спасение человека, которого пытаются обворовать. Потому что человек, которого пытаются обворовать – это только деньги. Но здесь вора спасают. Спасают не только деньги, но и душу человека. Человек, который мог бы попасть в Гейном, не попадет в Гейном благодаря тому, что придет свидетель и скажет, что это не так. То есть, грубо говоря, пример такой. Приходит человек, Рувен берет Шимона в суд и говорит, Шимон должен мне деньги. Если сейчас... Шимон говорит, я не должен деньги. Если сейчас мне придут свидетели и не скажут, что Шимон действительно должен деньги, то получится, что Шимон обворовывает Рувена. И таким образом, Рувен лишается денег, а Шимон попадает в Гейном. Если приходят свидетели, то они спасают одного, спасают его кошелек, другого спасают от Гейнома. И это то, что сказано в Гейморе. Человек, который забрал у другого человека костюм, пиджак, я не знаю, что именно, в Бейсдине. Он забрал через Бейсдин у другого человека какую-то одежду. Лизман Велизель. Кинатлу Гзейла Бейдо. Когда забирают Гзейла обворованного из Руоруки, то Гацелеху, то его спасают от Гезеля. То есть, у нас есть Рувен, который, извините, украл или спер у Шимона одежду. Теперь мы берем этого Рувена в Бейсдин. И если приходит свидетель этого воровства и забирается одежда обратно, то в этой ситуации он спасает обычно двух человек. Спасает обворованного, ему возвращает костюм. И спасает вторую душу, душу вора, которая не падает в Гейном. И это называется Эд Эмет. Это называется истинный свидетель. Теперь. Человек, который Эфех, зови Мирма. Человек, который выдувает ложь и обман из своих уст. Этот человек, он обещает. Что имеется в виду? Он обещает прийти и свидетельствовать товарищу. Шекер или Эмет. Скажу правду, скажу Эмет. То есть, он говорит, Рувен, иди и спокойно обращайся на Шимона в суд, я приду и засвидетельствую за тебя. После этого он его обманывает и не свидетельствует. И тот человек, который планировал, что у него есть Эд, свидетель, он выходит по Хейнефиш. Он выходит в расстроенных чувствах, потому что теперь нет никого, кто может за него свидетельствовать. И это называется Эфех, зови Мирма. Это называется... Хагро переводит слово Мальвим, переводит слово Леофех здесь. Что он выдувает из себя ложь, потому что ложь нельзя назвать словом Дибур, потому что Дибур это всегда то, что Миткаем, а ложь не Миткаем, она не может существовать, не существует. Поэтому Миткаем это слово существовать, ложь не может существовать, поэтому человек, который говорит вещь, которая не будет, не останется, то это не называется говорить. Так Мальвим объясняет, почему Шломалых выбрал слово Леофех, слово выдувать. Но на самом деле дословный перевод это раздувать, на фоах это раздутый. А Хагро идет по другому пути. Он говорит, почему здесь не употреблено слово Дибур, а употреблено слово и фоах, потому что человек обещает, что он будет говорить, и потом не говорит. Он говорит Рувену, можешь спокойно обращаться в Боиздин, я с тобой, а потом не приходит Боиздин, поэтому Дибура в Боиздине он не произносит. Он только выдохнул, пообещал и больше ничего не сделал, поэтому используется такое странное слово. И это значение Леофех Савим, то есть пообещать свидетельствовать и не свидетельствовать. И это называется обман на будущее. Он Миромеот, он его обманывает, обжуливает. Это первый пируш. Таким образом, первый комментарий Хагро, что человек, который знает, что Рувен должен Шимону, и приходит в Боиздин, он спасает две души. Одну от Гейно, вторую спасает его кошелек. И второй комментарий, и продолжение, что человек, который обещает, что он будет свидетелем, не становится свидетелем, этот человек, наоборот, делает обман, и это обман людям, которые рассчитывали на его свидетельство, он называется Мирма. Второй комментарий Гаона. Од, еще один. Мациль нафашор, что означает спасает души? Потому что Гозель, давар Михайро, человек, который крадет у другого какую-то вещь, и не возвращает ему от Калут-Имэй до конца их дней, то есть до смерти. Рувен украл у Шимона кошелечек, и не вернул ему до того, как Шимон умер, а потом Рувен тоже умер, и кошелек так и остался невернутым. Говорит Хагрош, что Мухрахим Шнейхам они оба обязаны, то есть и Газлан, и Никзаль, они оба должны вернуться в Гилгуль для того, чтобы Рувен мог отдать Шимону кошелек. Им нужно новое перерождение. Поэтому, когда из-за человека, который является правильным свидетелем Эд-Эмет, то получается, что Гзейла возвращается украдено, возвращается к хозяевам, то он спасает обе души от Гилгуля. И это означает Мациль-Нафашот, спасает души. То есть по первому перушу Гаона, он спасает души, имеется в виду простая вещь, он спасает одного от того, что у него не украдут деньги, второго от того, что ему не придется идти в Гилгулю. По второму перушу он спасает одного обоих, от того, чтобы им не пришлось прийти в новый Гилгуль, потому что в случае, если Шимона обворовали, то для того, чтобы ему вернули деньги, ему придется идти в Гилгуль. Если Рувен обворовал, ему придется попасть в Гилгуль, чтобы вернуть Шимону. Таким образом, он спасает души от нового Гилгуля. Сейчас, секундочку. Есть такие хазаль, которые говорят, что... То есть, вопрос, который сейчас задают комментарии на Гагро, они задают на Гаона, они задают такой вопрос. Что зачем Шимону, чем он виноват, что ему надо попасть в новый Гилголь? Его обворовали. У него был кошелек, исчез кошелек. Вроде бы, как он ничего плохого не сделал. За что ему приходит новый Гилголь? Руэна, понятно, он обворовал. А за что теперь Шимону приходит новый Гилголь? Приводится хазаль, которые говорят, что... Это гемора в Шабате, надави Куфман Тет. Гемора, которая говорит, что каждый человек, из-за которого наказан другой человек, его товарищ, он не может войти в махицу. Махица – это перегородка. Он не может подойти, приблизиться ко Всевышнему. Не знаю, я перевожу немножко недословно. Он не может приблизиться к Творцу. То есть, человек, из-за которого другой человек наказывается, попадает в гейном или любое другое наказание, этот человек, из-за которого произошло наказание, он не приближается к Всевышнему. Всевышнему не подпускает к себе. И еще. Есть еще одно высказывание, тоже в Шабате, надави Ламид Бейт. Гемора говорит. Всевышний устроил так этот мир, что схует заслуги. Мигалгелим их вертит через того, который достоин этих заслуг. А не заслуги, а наоборот, не знаю, как это назвать, хьюф, как перевести, какие-то неприятные вещи, делается, сообщается, приходит в мир через того, который хаяф, через кого нужно привести. То есть, Никзель, он чем-то провинился, обокраденный человек, он чем-то виноват, из-за чего у него украли эти деньги, чтобы Газлана из-за него, вора из-за него наказали. И другой вариант, это то, что человек, которого обокрали, это довольно странная такая идея, но если он не хочет попасть в следующий Гилгуль, он должен простить того, кто у него украл, для того, чтобы Газлана не наказали, вора не наказали за то, что он украл, и, соответственно, ему не пришлось бы приходить в Новый Гилгуль, в новое перерождение. Это довольно такой странный пируш, но идея того, что любой человек, который являлся причиной, из-за которого наказали другого человека, его не пропускают, его не впускают, не приближают к Творцу, то есть, у него есть некий изъян из-за того, что из-за него наказан другой еврей, это достаточно сильная такая мысль, из-за которой, как говорит Гаон по второму комментарию, Никзаль тоже должен лить Галгель, Никзаль тоже обокраденный, тоже должен попасть в Гилгуль, в перерождение, поскольку он являлся причиной наказания другого человека. Окей. Таким образом, эти два пируша, два комментария Гаона, они немножечко разные, и Мальбим дает совсем третий пируш. Пируш Мальбима, что весь этот пасук говорит, исключительно про Диней, нафашот, и спасать души, имеется в виду свидетель, который приходит для того, чтобы сказать, что Рувен не убивал Шимона, по Гаону, почему Гаон не выбирает такого комментария, уходит от простого кшата, поскольку здесь сказано, спасающие души, а свидетельство, о котором говорит Мальбим, оно спасает только одну душу, а не две души. Поэтому Гаону этот комментарий не нравится, и он объясняет, что речь идет о деньгах, и для этого он вынужден объяснить, что спасение второй души, это души Газлана, спасение от геенома, или спасение обоих душ, это спасение от следующих Гилгулим. Окей. В общем, все. С этим пасуком более или менее понятно. Следующие два пасука очень похожи, поэтому прочитаем их вместе. Двадцать шестой, двадцать седьмой пасуким говорят, «В страхе перед Всевышним крепкая опора, и сынам своим он будет прибежищем, страх перед Всевышним источник жизни, дабы одолиться от сетей смерти». Теперь посмотрим, как это звучит на лошонной кодыши, посмотрим, как лучше это дело объяснить. Двадцать пятый пасук говорит нам, двадцать шестой пасук говорит нам, извините, говорит нам, «В страхе перед Всевышним есть мифтах обещание силы, и для сыновей будет махсе». Что такое махсе? Посмотрим, как переводят Мальбим. У Мальбима, я еще раз напоминаю, что есть два комментария, перевод слов и комментарий объяснения всей мудрости, мудрости мусара. В объяснении слов Мальбим пишет, что мафтех гумица дабутех, слово бетахон, обещание, это со стороны того, кто уверен, уверенность, со стороны того, кто уверен, снизу. Мехосе – это наоборот, со стороны того, кто сказал. Имеется в виду, что бетахон превращается в махсе для сыновей, что из-за бетахона отцов, из-за уверенности во Всевышнем отцов, получает какой-то бетахон, какую-то уверенность, какую-то награду дети. Махсе – это переводится как награда по Мальбиму, награда детям за то, что их отцы были уверены во Всевышнем. Так Мальбим переводит это слово в переводе слов. Теперь посмотрим, как объясняется это в мусар-хахма. Здесь объясняет Мальбим таким образом. Момент. Байрад Яшем Эфтех Эс. В страхе Всевышнем есть бетахон, уверенность в силе. То есть, мудрость сама по себе, без страха перед Всевышним, она не может существовать. То есть, человек, который… Мудрость имеется в виду Тора, мудрость Торы, она может базироваться и может существовать, только совмещенная со страхом перед Всевышним. Как сказали наши мудрецы в трактате Перкеавод Мишне, «Коль шейрат хето кадемит лахахматоха хматомит каемит». Каждый раз, когда боязнь перед Всевышним, она предшествует мудрости, то мудрость существует. А если боязнь не предшествует мудрости, то мудрость не существует. И сказали, «Имэн и райэн хохма». Если нету страха, то нету мудрости. Продолжение той же самой Мишны, Мальбим не приводит, но там написано, «Если нету мудрости, то нету страха». Потому что так же, что человек, который знает законы мудрости Торы, тем не менее, есть много мин, много препятствий, которые стоят вокруг. Шетуба Амакея Нефиш, который находится глубоко в глубине души человека. Это его Тавод, это его Тайва, и это Цуэрим Раим, какие-то плохие картинки, которые человек рисует у себя в душе, в сердце и так далее. Поэтому с легкостью он может свернуть с правильного пути. Но только Ирад Гошем, только страх перед Всевышним, она Таасор Кахоте Анефиш, она соединит душевные силы, чтобы не отвернуться и не уйти от законов мудрости никогда и ни в какую сторону. Поэтому человек, который Ботеах Аль-Хокей Хохмы, человек, который уверен в мудрости Хохмы, который собирает свои души, Эйна Бетахонес, это Бетахон не называется Бетахонес, то есть человек, который уверен в себе, самоуверенность, он говорит, что я много Торы учил, и Тора вошла в меня, и поэтому Акодыш Беругу сделает так, что я не согрешу, не сделаю Аверот, это не называется Бетахонес, это не называется хвастовство, пустым хвастовством, Потому что, если у него нет уверенности во Всевышнем, а есть только самоуверенность и слова, что то, что я выучил, будет меня охранять, то такой мифцар, такую крепость могут легко захватить захватчики города, которые строят более серьезные укрепления. Но человек, у которого эта мудрость базируется на страхе перед Всевышним, и страх хет, он находится, начался еще до хохмы, и поэтому хохма, мудрость, появилась как результат боязни Всевышнего, то такой человек, его бетахон, это бетахон С, это его бетахон, это уверенный, крепкий бетахон, крепкая уверенность. И такая хохма будет существовать до такого состояния, что не только ему, но даже его сыновьям она будет в качестве михсе. Как мы уже говорили, что Иш-Ера-Гашем, Везаро-Ера-Шарец, человек боится Всевышнего, а его потомство унаследует землю. Ашри-Иш-Ера-Гашем, благословен, счастлив, человек боящийся Всевышнего, Гебор-Баарец и Езаро, сильными на земле будет его потомство. Это пасук из Дгилем, который приводит Мальбим, чтобы как бы объяснить, что имеется в виду. Таким образом, по Мальбиму этот пасук говорит такую вещь, что только мудрость сама по себе, этого недостаточно. Мудрость должна базироваться на страхе перед Всевышним. И если мудрость базируется на страхе перед Всевышним, то подобный бетахон, подобная уверенность в Творце, которая состоит из двух составляющих – страх плюс мудрость, то такой бетахон, он не только, и эта уверенность во Всевышнем, ее не только хватит самому человеку, он может быть уверен, серьезно уверен, но это уверенность, которая передастся по наследству детям. И дети, получив ее по наследству, они, про них, правда, не сказано, что они будут Ирей-Гашем и так далее, но сказано, что они будут Гебурим-Бааретс, что они будут сильные на земле, то есть, это уверенность станет Михсе, вот этой вот передачей по наследству для детей тоже. Следующий пасук говорит, 27-й пасук говорит, Объясняет Мальбим, что имеется в виду. Он говорит, что это значит. Дорога мудрости – это дорога жизни. Но вокруг этой дороги есть много мукашим, много препятствий, которые ставят смерть. Это, что имеется в виду? Препятствия, которые ведут к смерти. Что имеется в виду? Это митсуда дгаецр. Это ловушки, которые построены смерть, ецргоры. Ветава и это тайва, которые хотят леофилия нефишель дерегамавит. Которые хотят опрокинуть, уронить душу в состояние смерти. То есть, на дорогу смерти. От дороги жизни к дороге смерти. И даже тот человек, который знает законы мудрости, он не может быть уверен, что его враг, который находится прямо с ним в одной комнате, не словит его в свои ловушки. Но, если к хохме добавляется еще и ира, еще и боязнь Всевышнего, то и саркохода нефиш, что он связывает свои душевные силы, как мы сказали в предыдущей посылке. И тогда это становится источником жизни. То есть, это тот источник, из которого человек постоянно пьет жизнь. Живую воду, я не знаю, как это привести, вечную воду. И он будет отворачиваться от тех ловушек, которым ставят смерть. И вот эта вот боязнь, о которой мы сейчас говорим, говорит Мальвим, без Торы и без мудрости, она ничего не даст. То есть, с одной стороны, только мудрость без страха, этого недостаточно. Потому что, несмотря на то, что мудрость – это дорога жизни, и только с помощью Торы, мудрости, человек может идти по дороге жизни. Но, тем не менее, вокруг него есть ловушки. Эти ловушки, которые ставит Яцаргара, ставит его качество, в первую очередь Тава, о которой говорит вся эта книга, книга Мишли. Когда у человека его желание, оно начинает преобладать над пониманием того, что этого нельзя делать. Я думаю, что любой человек, который больше, чем одну минуту думал над своим поведением, знает, что бывает очень часто, когда нельзя, но очень хочется, а это значит, что можно. И человек начинает идти в неправильном направлении, и здесь может помочь только Ира, и ничего другое, только страх, и ничего другое помочь не может. Но, если у человека есть Ира, но нет мудрости Торы, и нет самой Торы, то понятно, что это никак не может помочь, потому что человек не знает, что ему делать, и что является дорогой мудрости. Он боится ошибиться, поэтому он выбирает самую неправильную дорогу, которую можно себе придумать, и страха перед Всевышними начинает делать одну глупость за другой. Поскольку у него никакого представления нету о том, что хочет от него Всевышний, это можно узнать только через Тору и мудрость, это одно и то же. В данном случае Хохма и Торы – это одно и то же. Это Хохма с Га Тора. И человек, у которого нету представления о том, что это такое, он начинает выдумывать свою Тору. А с людьми, которые выдумывали свою Тору, мы встречались много раз. У них есть и рад Шамаем у этих людей, только что такое Шамаем, они представляют немножко не так, как представляет это Хакодышбругу, как представляет это Всевышний, и, соответственно, это продолжение Мишны Перки. А вот начало «Эйн Ира, Эйн Хохма», «Нету страха, нету мудрости», продолжение «Эйн Хохма, Эйн Ира», «Нету хохмы», «Нету мудрости», «Нету страха», потому что это страх, но не перед Шамаем, не перед Всевышним. И это то, о чем сказано «Эйн Амгаарец хосит», «Вэйн Бор и Рэгашем». Амгаарец не может стать благочестивым евреем, и Бор – это еще сильнее, чем Амгаарец, это совсем такой безграмотный человек, он не может бояться Всевышнего, потому как он не знает, что для этого делать. И это продолжение пасука «Эйн Хохма и Нира», говорит Мальбе, и также сказано «Торад хахам макор хаим», это мы учили в 13 главе, «Торад хахам макор хаим ласурми макшей мавит», то есть там есть другой пасук, который говорит ровно вторую часть того, что он сейчас говорит, то есть в 14 пасуке 13 главы Шламо Амелах подходит с другой стороны, с другой стороны к тому же самому и говорит «Торад хахам макор хаим ласурми макшей мавит», «Тора мудреца является источником жизни, чтобы свернуть с ловушек смерти». Здесь он говорит, что чтобы свернуть с ловушек, которые ставят смерть, нужна ира, там он говорит, что для этого нужна хахма. На самом деле, никакой куши, понятно, нету, нужно и то, и другое, и ира, и хохма должны соединиться, и без соединения они не могут работать. Поэтому, это Мишна Перкеавод, которая, в общем, объясняет тот пасук, который мы сейчас учим, это Мишна Перкеавод, говорит на довольно таком своеобразном языке. Она говорит «эн хохма энира, энира эн хохма», и непонятно, с чего надо начинать, с чего начинается Родина, с чего начинается. Надо начинать со страха или надо начинать с мудрости? Ответ на этот вопрос, что надо начинать и с того, и с другого. Это может идти только параллельно и не может идти непараллельно. Но мудрость Тора обычно не возникает, если нету какого-то зачаточного страха перед Всевышним, и этот страх не увеличивается и не переходит на другой уровень, если человек не достигает мудрости Тора. Так учатся эти два пасука Мальбин. Теперь обратимся к Гаон Мивильно. У него другой махалах, другое объяснение того, что нам хотят сказать, что хочет нам сказать Шлома Амеллах. Он говорит, то есть, что значит «другое»? Понятно, что, что говорит Мальбин, с этим никто не будет спорить, Шлома Амеллах, безусловно, это имело в виду, но есть еще один аспект, который нам надо разобрать. Говорит Шлома Амеллах. «Байрат Гашем, вивата Хес, улыбанав и е махсе». Имеется в виду, то есть, страхи перед Всевышним. Есть бетахон, сильный бетахон, сильная уверенность. И сыновьям достанется махсе. Перевод слова «бетахон» и «махсеум альбим» и «огон» разный, поэтому я сейчас не перевожу по-русски, и будем читать и пытаться вместе перевести. Пируш. Объяснение. Что об этом сказано в Дгилем, который я... Нет, я взял Дгилем. В Дгилем, в 118-м Салме, есть такое место, которое надо прочитать. Говорит Давид Амеллах. Хотел взять Дгилем с комментариями, но не приготовил, поэтому придется это сделать без комментариев. Говорит Шлома Амеллах. Это очень известный псалом, который читается много раз. «Гойду лаашем китов келанам хаздо благодарите Всевышнего, потому что он хорош, и его милость навсегда». «Ёмар на Исраэль, пусть скажет весь Исраэль, келанам хаздо навсегда милость Всевышнего». «Бэйта Арон, пусть скажет навсегда милость Всевышнего». «Все боящиеся Творца должны прославлять Всевышнего, потому что благодарить Всевышнего, потому что навсегда его милость». «Мингамэцар карати кава эненемер хавяко». «Из десниц», вот это из, да, «из тесных мест я взывал ко Всевышнему». «Ответь мне широко, Творец». «Гашем лива ло и рам, а я сэли адам». «Гашем со мной, я не буду бояться, что мне может сделать человек». «Гашем лива азри ва ани эре басанай». «Гашем будет мне помогать, а я буду бояться своих врагов». «Тов лахасот башем мифто ба адам». Вот этот пасук, который в основном нам нужен, к нему, митьяхес, к нему относятся слова Шлома Амеллаха, к тому, что говорил его папа Давид Амеллах. «Тов лахасот лаошем хорошо быть уверенным во Всевышнем, чем быть уверенным в человеке». Но «уверенным во Всевышнем» сказано со слова «михасот», а «уверенным в человеке» сказано со словом «бетахон». Поэтому Шлома Амеллах дальше начинает обсуждать, как этот пасук связан с тем, что мы хотим сейчас сказать, один момент. Он собирается нам объяснить довольно интересную вещь. Он говорит «Тов лахасот башем мифто ба адам». «Ба надивим». «Хорошо быть уверенным в Творце, чем быть уверенным в надивим». «Надив» – это не совсем человек. А, это следующий пасук. Вначале ба адам, а потом следующий. Тов ла – десятый пасук. Тов лахасот ба хашем мифто бандивим. То есть, прошлый говорил «хорошо быть уверенным во Всевышнем, чем быть уверенным в человеке». «Хорошо быть уверенным во Всевышнем, чем быть уверенным в надивим». «Надив» – это от слова «надава». Человек, который известный большой дздокой, которую он дает, и большими милостями, которые он делает богатый человек, который делает много добра своими деньгами людям. Так «хорошо быть уверенным в Всевышнем, чем уверенным в надиве». Теперь говорит Гагро, что этот пасук, его вообще, на первый взгляд, никак невозможно объяснить. Пасук, который мы читаем в Дгиле, он говорит, объяснить невозможно. Инь-ян, имеется в виду, есть два вида бетахона, есть два вида уверенности во Всевышнем. Первое. Шаакодыш-барву, когда Всевышний обещает бетахон от слова леавтех, те, кто знает иврит, есть гаптаха и есть бетахон. Бетахон, уверенность, от слова леавтех, афтаха. Есть бетахон, что Всевышний пообещал ему дать много богатства и всего и того, и того, и того. Как мы видели, что Ашим объясняет, например, обещает Аврааму, что он его обогатит. Пасук, который говорит, о том, который говорит Берешит, несколько раз встречается с псуким, что Всевышний обещает Аврааму кучу золота, серебра, богатства и так далее. И надо сказать, так оно и произошло. Авраам стал очень богатым. Так вот, первый вид бетахона, когда человек уверен в том, что то, что Всевышний сказал, он сделает. Как мы увидели, что Всевышний обещал Аврааму. И это называется бетахон на иврите. На русском эти слова будут одинаковая уверенность, но первое слово бетахон от слова афтаха. Доверять, верить тому, что сказал Всевышний, потому что Всевышний евтех пообещал. Вторая часть бетахона, когда Всевышний ничего не обещал, но человек самостоятельно ставит, вдруг начинает быть уверенным во Всевышнем. То есть, я кодыш к другу Аврааму пообещал, а я знаю нескольких человек, может, вы тоже встречали, которым Всевышний лично ничего не обещал. Но при этом существует бетахон, что несмотря на то, что мне Всевышний ничего не обещал, я уверен, что Творец сделает так-то и так-то. Это называется не слово батуах, а слово хисайон. Второе слово, которое предполагано здесь. На русском это и то, и другое будет уверенность Творца, но один вид уверенности, уверенность в том, что Всевышний чего сказал, то и сделает. А второе, что несмотря на то, что Он не сказал, я уверен, что Он это сделает. И об этом сказано Цури, Хасав и так далее. Он приводит Псуким из Кумаши, я не думаю, что надо их объяснять. Цури Хасав, объясню, ладно. Цури Хасав, Цури, это от слова Цур, от слова Леяцер, творить, мой творитель, он будет ко мне относиться, Хасав, он даст мне от слова Хас, Лахус, жалеть и давать. Что? То есть, тот, который Цур, тот, который Творец, он Михасела Адам, Мизер Мамамтар, он даст человеку своей милости, дожди и все, что ему нужно. Как человек ставит себя под скалу, чтобы у него эта скала была щитом защиты от дождя. То есть, идет дождь, человек забирается под какую-то глубину пещеру, которая сделана из камней, для того, чтобы камни его защищали от дождя, и он поменьше промок. И, несмотря на то, что этот камень ничего не пообещал, что он его будет закрывать, но человек понимает, что, тем не менее, он может забраться под камень, и камень будет обещать. И об этом сказано, Тофла Хасот Баашем, сказано в Салме. Хорошо мне укрыться, прикрыться, дословно, наверное, так сказать, Всевышним. И это вторая часть бетахона, то есть, человек, который сам себя вводит в состояние, когда Всевышний ему начинает давать. Не потому, что Всевышнему пообещал, и я верю, поэтому я приближаюсь к Творцу, а наоборот. Поскольку я верю, что ничто невозможно для Всевышнего, поэтому я приближаюсь к Творцу самостоятельно снизу вверх и превращаю Всевышнего в некий щит, который меня закрывает грубо от дождя. Несмотря на то, что обещаний таких Творец не давал. И вот говорит Давид Амеллах, что хорошо мне приблизиться и сделать Всевышнего своим щитом, чем надеяться на людей, и чем надеяться на надевим, на тех людей, которые уже проверено, что дают много. Я знаю, что если я прийду и скажу «надо», то он даст. Про Всевышнего я ничего не знаю. Но, тем не менее, лучше мне сделать Всевышнего вот таким своим оплотом, чем сделать оплотом этого человека. И несмотря на то, что Гафтаху, обещания Творца, он не получал, чем опираться на человека, который обещал сделать, и мы знаем, что он выполняет свои обещания. И это то, что сказано Батуах Бадам, чем быть уверенным в человеке. И это, об этом говорится здесь. Здесь, в уверенности во Всевышнего, в страхе перед Всевышним, есть уверенность крепкая, сильная. То есть, из-за боязни Творца человек придет к тому, что Всевышний ему пообещает сделать что-то позитивное. Это первый вид уверенности. Что Всевышний обещает ему. И также, эта уверенность, очень сильная уверенность, настолько сильная, что она переходит даже к детям, человека, которому он уже ничего не обещал. И это то, что называется Максе, то есть, что он будет охранять Всевышний их в заслуге вот этого бетахона, который получил человек, которому ничего не было обещано. Но он сам себя привел к состоянию, когда Всевышний начинает его защищать и начинает ему давать. Это Пшат По Гагро. Вы видите, что есть некоторые оттенки. Может быть, это очень близкие комментарии, но оттенки разные. Следующий пасук Гаон комментирует другим способом. Он говорит, то есть, это понятно, что это продолжение предыдущего, 27-й пасук. Его читать надо по Гаону так. И рад Гошем Макор Хаим. Страх перед Богом. Это источник жизни. Ласур Мимакеш Мавит. Для того, чтобы свернуться, отвернуться от препятствий, которые дает смерть. Мин, который дает смерть. Говорит Гаон, что в настоящее время это относится к Торе. Что значит относится к Торе? Раньше, предыдущий пасук, говорил не о Торе, а о заповедях. Это два вида страха, два вида боязни Всевышнего. Митцвод, они относятся к телу человека. А Тора, она относится к душе человека. Поэтому, про Митцвод сказано, что человек должен быть мебатех, от слова битахон, уверенность, вера. Или слово михсе, то есть защита какая-то, которая дается даже, та, которая не обещана человеку, но он сам себя вводит в состояние, когда он ее получит. Это относится к телу человека. Тело человека надо защищать, и человек должен быть уверен в своих телесных вещах, которые он получит от Всевышнего, только когда он самех, когда он опирается на ира, на боязнь перед Творцом. Про Тору, которая находится, соответствует душе человека, про нее сказано, что она Макор Хаим, она источник жизни. Митцвод, про них не сказано, что это источник жизни. Источник жизни сказано только про Тору. Митцвод, они защищают человека, но не спасают человека. Есть гемора в трактате Сота, которую я тоже забыл взять. Сота, если она есть, недалеко. Есть гемора, которая говорит о разнице между, если нет, то не надо, разнице между Митцвод и Торой. И приводит пример, что человек находится в каком-то темном месте, и пока он идет по этому темному месту, у него нету, он не защищен ни от зверей, ни от колючек, и на все может натыкаться и так далее. Мне дали спасибо большое гемора Сота, поэтому давайте попробуем использовать ее, раз она есть. Есть гемора. Есть гемора. Это не просто подозрения, а как бы такие серьезные подозрения. Но поскольку стопроцентной уверенности нету, то есть индикатор, лакмусовая бумажка, как можно проверить, была измена мужа или нет. Для этого муж должен ее привезти в Бэтмикдаш, и женщина привносит корбан, который называется Корбан Сота, после чего отрывок, рассказывающий о том, о чем я сейчас говорю, отрывок истории, стирается в воду, и туда добавляется немножечко афара, немножечко праха, земли, который находится около жертвенника, в этот стакан совсем немножечко. Все это перемешивается, после чего она дает клятву, что она не изменила мужа, после этой клятвы она пьет эту воду. Если она не изменила мужу, то она, если у нее были какие-то там проблемы, она не могла рожать, то начинает рожать только так. Если она рожала девочек, начинает мальчиков, рожала черных, рожает светленьких и так далее, она получает браху, благословление. Но если она действительно изменила мужу, то эти воды работают как определенный вид яда, и она умирает, и умирает достаточно неприятной смертью. Но существует ситуация, когда она умирает не сразу, по некоторым мнениям Раби Шимон, Раби Мейер, есть Танайм, которые говорят на эту тему, что существует ситуация, когда она сразу не умирает, а проходит какое-то время, и она, поскольку у нее есть какие-то митсвы или тора, и благодаря торе, который у нее есть, то она сразу же не умирает, а это маген ее, это ее защищает, но потом она в результате все равно умирает в раннем возрасте. То есть не то, что она доживает в результате до 95 лет, нет, она умирает все равно раньше, но не сразу же после этого. И Гемора говорит, что... секундочку, мне только найти надо. Гемора это приводит пример Тора и Митсвоты, говорят, что Митсвот ее не помогает, а помогает Тора. Митсвот здесь помочь не могут, не спасает, а спасает ее от смерти на какое-то время только Тора. А, женщина ломит с вами Лима Тора, женщина не обязана учить Тора, у нее нет, Митсвот Лима Тора. Отмер, что это Лима Тора и ее мужа, если она способствовала изучению Тора мужа, несмотря на то, что потом она так обисовывала, изменила мужа чуть-чуть, но тем не менее, поскольку она способствовала изучению Тора мужа, то это будет то, что ее будет защищать, а заповеди не очень. Гемора говорит, с худ дымай, какой с худ подвешивает ее и не убивает ее сразу. Если ты скажешь скут Торы, заслуги Торы, а вот у нее нету митцвы Торы, она и на митцву Аса, даже если она учит Тору, она не выполняет заповедь. Нет, имеется в виду скут митцвы. Спрашивают, скут митцвы? Разве скут митцвы защищает так сильно? А вот у нас есть барайта. Говорит Раби Минахим Бараби Йоси, кинер митцва ве Тораор, это пасук, который приводит Раби Минахим Бараби Йоси, пасук из шестой главы книги Мишли, кинер митцва ве Тораор ве Дерих Хаим Тахахот Мусар. Тора является Ором, а митцва является Нером. Нер – это свечка, митцва – это свечка, а Тора – это свет. Талекату в митцву ве Нер. Пасук сравнивает, шламу Амелых сравнивает митцву со свечкой, а Тора со светом. Что за сравнение? Митцва сравнивается со свечкой. Сказать тебе, как свечка не защищает, а только на какое-то время, так и митцва не защищает, а только на какое-то время. Имеется то время, пока человек занимается митсвой. Тора, она сравнивается со светом, чтобы сказать себе, как свет он защищает навсегда, так и Тора засвещает навсегда. И говорится, еще один пасук, который приводится для того, чтобы это каким-то образом осветить, и в принципе тоже приводится из митсвой. Имеется то время, и неnam side, где-то есть митсвой. гемора что есть посуды ткалах она хата то то есть приводится такой пример когда ты будешь идти по паспаку сколь только времени сколько ты будешь идти она будет с тобой в этом мире больших выходишь морг когда ты умрешь она будет тебя сохранять это после смерти выкид сотов и она тебя разбудит это латит лаву это в будущем мире когда будет оживление мертвых говорит гемора известный пример который наверное люди слышали но тем не менее машаль пример человек который идет бейшу на лайла в тьме ночной во филами тьме и он боится всего колючек ям каких-то терновников я не знаю плохих зверей и так далее быки цурочек как ночью по тайге разбойников и не знает какой дороге мы идти и вот у него он нашел факел который дает какой-то свет он спасается от колючек еще от чего-то но тем не менее он боится злых зверей бандитов и не знает какой дороге идти потому что понятно что свечка в полной темноте освещает только относительно когда он дошел до какого до развил каких-то дорог уже ничего он уже от всего спасся другие то есть развилка дорог это он дошел до рассвета и в этот момент он же понимает куда ему идти все светло все хорошо это тора другое объяснение авера она гасит митву но она не гасит тару дальше он приводит суким и так далее я не буду долго в это входить но здесь сказано что oma рабе ее рабьёс的 митова во время когда ты ее делает она спасает тебя защищает тебя и спасает себя но вместе когда ты не занят митевой защищать она защищает но спасать не спасает то есть какая то помощь у нее есть но спасение нет и тора как во время когда я занимаюсь к гонку занимается они защищают и спасают здесь очень долго на эту тему поэтому я не буду все читать что написано здесь на эту тему. Но здесь говорится то, что приводит Гагро, что Тора, она обладает значительно большей силой, большей важностью, чем митцва. Поэтому пасук, второй пасук, первый пасук говорит о Ират Шамаем, связанной со сият митцвот. Ират Шамаем, боязни небес, которые связаны, что из-за них человек делает митцвот. И это говорил предыдущий пасук. Этот пасук говорит о том, что происходит, когда человек из-за Ират Шамаем соприкасается с Торой. То есть, эта Ират Шамаем, боязь Всевышнего, она является источником жизни. Что означает источником жизни? То, что мы только что сказали. Что днефиш, душа, питается из Тора и соединяется со Всевышним через Тору, поэтому она убирает все терновники, все препятствия и дает свет. Поэтому сказано Мафтех и Максе. Два слова предыдущего пасука. Оба слова, бетахон, уверенность и Максе, это уверенность, которую мне никто не обещал, но я сам вожу себя в это состояние с помощью митцвот. Это не спасение, а именно щит, именно защита. В Торе сказано, про Тору сказано, что Ират Гошем, который приводит к Торе, это Маккор Хаим, это источник жизни. То есть, это не только защита от каких-то вещей, но и спасение, полное спасение. И она помогает уйти, отвернуться от дороги, которую ведет Маккшей Гамавет, которая ведет к препятствиям, ведущим к смерти. Потому что Тора, она и спасает, и защищает. Поэтому сказано в начале, Бе-Ират Гошем, в предыдущем пасуке, который говорил о митцвах, сказано Бе-Ират Гошем. Обратите внимание, намек, который, надо быть немножко гаона, может, он где-то это сам вычитал, я не знаю, я вычитал только у него. Бе-Ират, гематрия, числовое значение, Тарьяк, предыдущая пасука, которая говорит про митцвот, говорит слово Бе-Ират Гошем, то есть Тарьяк 613, это соответствует 613 заповедям. А в этом пасуге сказано Ират Гошем, не Бе-Ират Гошем, в страхе перед Богом, а просто страх Бога. Ират, гематрия, слово Ират, это Тора. Поэтому таким образом, когда он видит, что здесь написано, что речь идет о разных видах Иры, из того, что в первом пасуге предыдущем написано Бе-Ират Гошем, Мафте-Хес, в страхе перед Всевышним, гематрия, в страхе, это Тарьяк-Митцвот, рождается уверенность во Всевышнего, передается заслуги и сыновьям тоже. Ират Гошем, то есть Ира, которая, страх, который приводит к Торе, она является источником жизни, и она убирает человека от всех тропинок, путей, с которых можно свалиться с дороги жизни и попасть на дороги смерти. Вот такой перушь, такое объяснение дает Гаон Мивильно этому пасугу. Окей, попробуем следующий. Думаю, что... Ну, попробуем. Беров... А, извините. Да, и как это связано с предыдущим иньяном, с предыдущим псалмом Давида, со 118-м псалмом, где Давид Амеллах, потому что Шлома Амеллах относит свою фразу из Мишли к тому, о чем говорил Давид Амеллах, и как бы раскрывает смысл этого псалма. Давид Амеллах говорит, что... Гащем ли вы ло ира... Не, неправильно я говорю. Гащем ли ло ира моя сели Адам? Когда Всевышний со мной? Не буду я бояться, потому что что мне может сделать человек? Гащем ли бы азри ва ани и рэ ба санай? Всевышний будет мне помогать, а я буду бояться своих врагов? Тоф лохасот баащеми в тоа ба Адам. Хорошо бояться Творца и быть уверенным в Творце, чем быть уверенным в человеке. Употребляется то же самое слово бетахон, одно и то же слово. Слово уверенность, когда тебе по Гаону читаем, как Гаон читает этот псалом. Хорошо быть уверенным во Всевышнем, когда Всевышний тебе пообещал, что он будет с тобой, чем быть уверенным в человеке, который тоже тебе это пообещал. А следующий пасух говорит про более высокую степень, а именно... Хорошо быть уверенным во Всевышний уверенностью, когда Всевышний мне ничего не пообещал, но я сам привожу к себе состояние этого бетахона, этой уверенности, чем быть уверенным в человека, который надив. Чем быть уверенным бетахоном в человеке, который пообещал, и я знаю, что он надив. Грубо говоря. Человеку, который нуждается в деньгах, и он знает, что есть какой-то миллионер, который известен тем, что в данной ситуации он подкидывает деньги, и знает, что если он ему возьмет, поднимет телефонную трубку, то он уверен, что ему дадут денег. Но уверенность во Всевышнем, несмотря на то, что Всевышний ничего не обещал на эту тему, должна быть выше, говорит Давид Амеллах, и это же говорит Шлома Амеллах, чем уверенность даже в того человека, который уже пообещал, и про которого известно, что он выполняет обещания. Причина очень простая, потому что и то, и другое базируется на понятии, которое называется ира, боязнь. А слово ира происходит от слова роэ, видеть. И человек, который ясно видит, что надив, вот этот вот богатый человек, даст деньги, только потому что эта идея ему приходит от Всевышнего, и Всевышний ему посылает возможности и мысли на эту тему и так далее, то вот такая ира, она ира, которая приводит к второму виду бетахона, более сильному виду уверенности во Всевышнем. Окей. Заодно мы прошли два посука из 118-го псалма, как их учат Мальбин и Агро. Следующий посук, 28-й посук, говорит, «Во множестве народа величие царя, а при малолюдстве народа гибель владыки». То есть, если есть много народу, то царь каким-то образом возвеличен, если народу мало, то это гибель владыки. О каком царе идет речь? Понятно, что не о Всевышнем. Этот посук очень часто приводится, когда говорится «Барофам, Гадра, Дамеллах», что когда много людей, то это радует царя, и говорится это о Всевышнем и так далее. Но этого сказать нельзя, потому что если так прочитать, не дай бог, то как надо читать конец посука? «Во множестве народа величие царя, но при малолюдстве гибель царя, гибель Всевышнего, не дай бог». Об этом, естественно, посук не говорит, я знаю, что очень часто его цитируют именно так, как я процитировал неправильно. Начнем с того, как читает его Мальбим, и попытаемся разобраться. «Барофам, Гадрат, Меллах, обеэфис, луум, михатет, разон». В много народу Гадрат, Гадар, Гидур, величие Меллаха, но когда нет вообще людей, то получается, что падение разона. Что такое разон, сейчас узнаем. То есть, что такое, говорит Мальбим, что такое кибуц? «Шаешлаям, Меллах, Некраам» – собрание людей, у которого есть царь, человеческий царь. Это называется народ. Народ – это когда собирается какое-то количество людей и провозглашает своего верховного владыку, то есть царя. Это разница между «гой» и «ам». На иврите и «гой», и «ам», и то, и другое переводится словом «народ». И несмотря на то, что в сленг обычно вошло, в современный сленг, слово «ам» относится к Израилю, слово «гой» относится к народам мира, это с точки зрения грамматики и неграмматики и подхода – это неверно. В Минхе, в Шаббат сказано «мики, амха, Исраиль, гои, хат, барец». Кто-то, как народ твоего Израиля, «гой» один на земле. Поэтому словом «гой» переводится и то, и другое. Так вот, разница, которую объясняет Мальбим, что народ, который оцивилизовался до такой состоянии, что он провозгласил над собой царя, он называется «амом». Народ, который находится в состоянии до провозглашения царя, он называется «гоем». Кибуц – соединение людей, собрание людей, в которых есть определенная вера, которая объединяется людей между собой, оно называется на иврите словом «леум» – народность на русском. Я не знаю, как это перевести, но все переводы будут неверные, потому что «гой» – это просто собрание людей, «ам» – это собрание людей, провозгласившие царя, «леум» – это собрание людей, объединенные какой-то верой, какой-то функцией. «Разнимгем» – кто такие «разним»? Последнее слово в этом пасуке – это когда не хватает «леума», то падает «разон». Кто такой «разон»? «Разним»? Это «сарей» – это министры-советники. Есть разница между министром, разоном и советником. «Шо ецим» – гем бэйнины мэдина вэйцатам глуя. Советники – это те люди, которые относятся к государству, и совет, который дает – это открытый совет. «Разним» – это, ну, я не знаю, как это перевести на русский язык, «тайный советник». Это советники, которые скрыты, и под их советами, под их властью находятся также вопросы веры и законов. Это «разним». То есть те люди, которые устанавливают законы, они следят за их соблюдением и следят за мэдиниютом, за тем, как государство будет себя вести. А «разним» – это те, которые советники, связанные с датом и хоким, с законами и с верой. Как написано? «Выразним» и «хокуцедок». Он приводит доказательство из пасука, что такое «разним», что они делают хок и цедок. «Праведность» – это религия, и «хок» – это закон. «Веодрат Меллах» – слава царя. Это посредством ров Ама, там, где есть много народу. То есть, что есть разница между «год» и «гадар». Теперь Мальбин обращает внимание еще на одну вещь. Словом «год» и «гадар» по-русски будет приводиться и то, и другое «слава царя». Но есть разница между этими двумя словами. Слово «гадар» – «угадархицаниба кольдаварфиенину». «Гадаром» переводится «почести и слава внешние проявления» в разных вестах. В соответствии с этим, если есть много народа, то «гадрат» – внешняя слава царя, она растет. Но «разон» – это люди, которые… Дело в том, что на иврите «разон» на современном иврите, наверное, это вельможа, а «раз» – это тайна. Поэтому это тайный советник, тайный вельможа. Но «разон» – это тот, который назначен по поводу законов дата. И также, когда есть народ, но если нет луума, есть ам, но нет луума, то есть людей много, и они назначили царя. Но они не объединены общей идеей, общей религией, общей какой-то основой. Что у них нету баллы и дат. То есть «ешламар», то надо сказать, что «михате» – килоэфульмиума, то «разон» не может существовать. Человек, который занимается их общим объединением, он не может существовать, когда этого нету. Так объясняет Мальвим. Попытаемся прочитать теперь Пасук, так как он читает Мальвим, уже без объяснения. Он говорит «Эрих и Паим» – не «тудая» – «брофам адрат мелах». Когда есть много народу, то это приводит ам, который объединение для провозглашения царя. Провозглашается царь, и чем больше народа, тем больше внешняя слава царя. Но эфеслоум – метахат разон. Но когда нету общего объединения, общей идеи объединения через Тору, то это приводит к упадку, разонок упадку, вот этого более скрытого объединения народа. Так объясняет Мальвим. Гаон объясняет. Есть две минуты? Или две минуты мне не хватит? Может, сделаю? Давайте, Гаон, я начинаю на следующем уроке. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова